Владимир Путин продолжает не угрожать миру ядерным оружием, если что. Забавный каламбур получился. Угрожать, конечно же, продолжает в минувшие выходные. Данная риторика прозвучала снова. На этот раз великий кормчий заявил о намерении передать тактические боеголовки Беларуси, а точнее разместить их в гостях у Лукашенко. Случиться он и может уже летом после завершения строительства хранилищ для такого рода вооружений. Ну, а дальше фантазируйте. Ну, просто поводом послужило, наверное, заявление замминистра обороны Великобритании, что не собираются поставлять снаряды на Украину с объединенным ураном. Повторяю, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Это очевидная вещь. Но даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Спокойствие, только спокойствие. Впрочем, давайте пока без стёба. Верить или не верить данному заявлению, скажу честно, я не знаю. Некоторые СМИ, однако, уже успели подвергнуть сомнению эту историю со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников даже. Типа, ну кого вы слушаете? Пальцей дедушка гнёт, как обычно, не более. Вот что об этом пишет Reuters. Мы не видим причин для корректировок размещения своих собственных ядерных сил, равно как и признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Об этом агентству сообщили в Вашингтоне. И в этом, кажется, есть доля здравого смысла, особенно если учесть, что США сами размещают ракеты на территориях других государств, причём давненько, с другой стороны, кое-какие опасения во мне всё-таки присутствуют. Меня опять терзают смутные сомнения. Да-да-да, вот о них, о сомнениях, опасениях сейчас и поговорим немного подробнее. Реальная журналистика, господи, как достала уже эта психушка ей-богу. Вот пусть это и станет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Так о чём я? О сомнениях? Ну давайте аргументы тогда в эту сторону накидывать. Итак, первое. А мы ведь, в отличие от американцев, старика, многоходовочника, за четверть века хорошо изучить успели. Я, например, совсем не исключаю, что мы слишком сделать пакость, но чужими руками в царской головке могла проскочить. Типа, если что. Если вдруг тактические вооружения применить придётся, такая вероятность действительно существует, так вот в этом случае с темой съехать нелегко, но можно. Мол, это не мы. Это всё псих Лукашенко. Чувак вышел из-под контроля, начал творить беспредел, сами в шоке. Давайте вместе его накажем. Формально, при таком раскладе, Путину на самом деле очень сложно будет предъявлять претензии. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. Аргумент номер два в пользу этой версии. Он как бы идёт прицепом, а Лукашенко-то ведь действительно псих. И мы в этом много раз убеждались. Человек, от которого не знаешь, чего ожидать, поэтому и сварить. На усатого можно всё, что угодно. Ну, давайте хотя бы вспомним историю, как он военный истребитель в небо поднял, дабы посадить гражданский самолёт. Иностранный гражданский самолёт, на минуточку летевший из Афины и Вильнюса. По какой причине, не забыли? Из-за личной обидки диктатора. Из-за личной обидки на какого-то блогера. Самолёт гражданский посадил чуть третью мировую, тогда шизоид не развязал. Гражданские авиационные власти Беларуси, диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолёт авиакомпании Рейн-Эйр с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят военный истребитель МиГ-29 вооружённых сил Республики Беларусь. Это ещё раз подтверждает, что данный инцидент является актом государственного терроризма. Да? А кто ж? Конечно. Конечно. А тут ему ядерное оружие подгонят. Представляете, гопнику ядерное оружие. Да это же обезьяна с гранатой. Вы думаете, у шизика руки не зачешутся в сторону тех боеголовок, помацать их, помахать ими на глазах у изумлённой публики? Да даже если не зачешутся. Кто-то остановит, скажем, просто информационный вброс достаточно сделать и всё поверят. Поверят, что у диктатора окончательно поехала крыша, тем более, что она уже поехала. Ракеты ещё не привезли, а кукушка батьки отчалила в направлении Антарктиды вон. Послушайте, что лукашенковский карманный мастурбатор, а простите, популязатор Азарёнок несёт в эфире национального белорусского телевидения. Вражины, рогкайте! Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Ху-ху-ху-ху-ху-ху, не-не-не-не-не-не-не. Нет. Поэтому я, если честно, такой вариант со счетов не сбрасываю, особенно, повторюсь, зная нашего многоходовочника. И его любовь к разного рода интригам, оно правда может закончиться невесело. Ха-ха-ха-ха. Откуда на Беларусь готовилось нападение? И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на ученнике. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Да-да. Утешает, впрочем, в этой ситуации, что в окружении Путина, в отличие от Лукашенко, не только дураки сидят, так говорят, надеюсь. Сейчас будем набрасывать аргументы в пользу обратной версии. Гойда, братья и сестры! Гойда! Да и сам Владимир Владимирович далеко не идиот. Он никогда не бросался в омут с головой напротив. Всегда оставлял себе возможность для маневра. Всегда, подчеркиваю, ну вот не так давно мы как раз делали целую программу об этом, где я на пальцах все объяснял. Например, почему СВО до сих пор не переросла в полномасштабную войну чисто юридически. Войной-то ведь ее никто не объявлял и не объявляет. Или почему Великий Курмчий все еще не возложил на себя полномочия верховного главнокомандующего. То есть он нигде не заявил. Беру на себя такие функции, функции верховного. Нет. Царь осуществляет общее руководство операции издалека, так сказать, о военными вопросами. Занимаются генералы, ну вот кусочек того эфира. Даю ПРСТ даже частичную мобилизацию взять. Никто не помнит, как Владимир Владимирович о ней объявлял, а я вот помню. По просьбе Министерства обороны и бла-бла-бла считаю необходимым просьбу поддержать. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Нет слов. То есть его как бы военные попросили, но он пошел им навстречу. Тем более, что с мобилизацией там тоже все вот так вот. Оно вроде как и мобилизация, но призывники едут на фронт в статусе контрактников. Путин это прямо подчеркивал иными словами в реале-то. Мужикам контракт предложили, который каждый подписывал и подписывает добровольно. Ух ты. И опять, кто тут и за что должен отвечать именно каждый сам за себя главного? Не трогайте. Он не при делах, как обычно. Вот именно. Потому что Путин не любит брать на себя ответственность за сложные решения. Особенно за те, которые могут выйти боком. Но он же юрист. Юристы это самые скользкие люди. Более того. Я даже уверен, что и Путин, и господа из его ближнего округа просчитали все варианты развития событий, а также последствий вот этой вот спецоперации. В том числе и негативные. Поэтому наверняка где-то с кем-то ведут или даже уже провели какие-то переговоры на предмет, в случае чего дайте нам возможность раствориться. Хочешь? Мы заплатим золотом! Если совсем коротко, но я просто не вижу смысла в столь необдуманном шаге, как ядерный удар даже тактическим оружием, даже руками Лукашенко. Глупо это. Вот усатому, усатому действительно терять нечего от слова совсем. У него одна дорога, и все понимают куда именно. Да и кто станет с ним разговаривать, тем более договариваться. Какой-то маленький упырек, мелкий прыщ. Президент страны с населением в 9 миллионов человек в Москве больше людей проживает. Про ту Белоруссию 90% жителей земли не слышали никогда. Не знают где она находится. Плюс взять с Лукашенко тоже нечего. Он в долгах, как в шелках, картошкой, если только... Хотя тоже не вариант, картошкой не лукашенковская. А вот для образцово-показательного суда, в качестве статусного обвиняемого, типа президента целого судя, мне баран чихнул, белорусский диктатор очень даже сгодится. Посему, ну зря упыренок, простите, озаренок слюной брызжет раньше времени. Не суетесь по нове, ибо облучим. Вы нас вынудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали. Так что, ну, мне кажется, никакого тактического ядерного оружия в Белоруссию никто не отправит, хотя действительно обе версии более чем жизнеспособны, да и сумасшедших сегодня изо всех щелей столько понавылезало, господи. И откуда они только берутся, или... Всегда были, мы просто внимания не обращали. Ну и под занавес, дабы не так мрачно все выглядело, немного новостей из параллельной реальности, раз уж о сумасшедших все равно заговорили. Тут по соцсетям два дня к ряду гуляет высказывание очередной трехнутой завязды. На этот раз, похоже, таблетки принять забыла мадам Шукшина. Да, та самая, папа которой Василий Шукшин, и который в гробу, скорее всего, переворачивается теперь. Короче, Звездюля договорилась буквально до следующего. Помните пандемию модной болезни? Пару лет назад нас с вами тогда еще очень активно прививаться зазывали. Так вот, тетя считает, что россиян-то под видом вакцинации чипировали. А теперь эти чипы передают через американские спутники координаты российских военнослужащих. Американцы, в свою очередь, сливают полученные данные ВСУ, которые долбят по нашим солдатикам из Хаймерсов. Вызывайте санитаров. Актриса Мария Шукшина. Глупа, как пробка. Собирает вокруг себя таких же. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награждена Шукшина Мария Васильевна. Артистка, член Союза кинематографистов Российской Федерации. Даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Правда, как только история получила широкую огласку, звездюля Шукшина бросилась все это дело отрицать. Типа, не виноватая я. Вообще, такого не говорила, видимо, хейтеры. Решили запятнать мое доброе, честное имя. Вот и придумали такой фейк. Хотите по правде? Даже проверять эту инфу не хочется и не буду. Причем ни одну, ни вторую. Но мысли кое-какие на сей счет имеются, делюсь. Какую психушку вы что, убораете что ли? Господи, да кому эта баба нужна? Че ее хейтить? Она что, какая-то топовая актриса что ли? Ну вот вы можете сейчас вспомнить хоть сколько-нибудь знаковую роль данной мадамы за последнее десятилетие хотя бы? И я не могу. Когда-то Шукшина действительно играла в каких-то фильмах, сериалах, даже заметных, но это было сто лет назад. Земля тогда была плоская и стояла на четырех слонах. Я тот же пропагандист, но я за идею. Потом на телеке светилась в какой-то полумертвой передаче «Ищи или жди меня» это называлось. Такая, знаете, программа для бабушек и маргиналов с рейтингами, как у Явлинского на любых выборах. Чем сейчас тетка занимается, никто вообще понятия не имеет. Вот я и спрашиваю. На кой ляд ее кому-то хейтить? Я таких звездунов называю героей вчерашних дней. Ага, умер Максим, ну и хай с ним. Так вот, что я думаю. А думаю я, что скорее всего сама Шукшина всю эту катавасию замутила, дабы пропиарить свою изрядно подзабытую тушку. И оно сработало. Фрики, дурачки, публики всегда нравились. Вот только в какую сторону оно сработало. Ну да, бог с ним, посмеялись и будет. Все, переваривайте. Это была Реальная Журналистика. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, в Одноклассники его ВКонтакт через VPN на остальных площадках без ограничений. Друзья, добавляйте темы, предлагайте, поднимем, обсудим. За сим спешу откланяться. Пока. Пока.